Здравствуйте, коллеги. Сейчас мы поговорим о страшном, о модели компетенций, компетентностей, чего угодно, об их измерении. И эта тема началась давно, недавно она возобновилась, где я написал свое мнение о книге, которая называется «Компетентностый подход к оценке образовательных результатов». Запомним это слово – результатов. В результате чего я предложил другую обложку – антикомпетентностный подход и нероссийский опыт высшего образования, в том числе и социологическим, поскольку в нем нет измерений. Это антиучебно-методическое пособие. И сейчас вы узнаете, почему я так написал. Как видите, охват публикации большой, комментариев много разных. В основном преподаватели вузов говорят, что это полная чушь, все эти компетенции, что они пишут эти списки. Теперь надо обучать преподавателей, как работать с ними в рабочих программах дисциплин, но смысла никто не видит. И самое главное на мой вопрос, что для студента и работодателя это полная бессмыслица. Студент не видит прогресса, прироста своих компетенций согласно этого пособия. Для 15 авторов и 3 рецензента, включая сотрудников Российской академии наук, Высшей школы экономики, МГУ, которые написали очередную книжку, которая хороша для галочки, на мой взгляд. Действительно, для аттестации она прекрасна. Самое интересное мнение, я благодарю Михаила Алферова, заключалось в том, что было предложено понять смысл, что такое компетенции, мол, никто их не знает. Ну, смысл помогли нам источники, такие как Майер, Базаров, Ерофеев, Шмелев, мой учитель по теории надежности и педагогических измерений, и валидности тоже, и субэта, если их прочитать внимательно, они все сводятся к тем же самым известным нам еще с советских времен зумам, знаниям, умениям и навыкам. Нет никакой существенной разницы, те же самые, но их объединяют в более широкие компоненты, компетенция, это правильное, логичное, хотя пока бессмысленное для многих преподавателей, многих вузов страны. Оказалось, что обучение алгоритмам действий, поведений, это и есть обучение навыкам, их можно и нужно описывать. А компетенция Базарову, Ерофееву, Шмелеву, они провели опрос широкого круга ученых, представителей науки и сферы образования, они сошлись к мнению, что компетенция – это комбинация знаний, умений и навыков. Мотивационные факторы уже вне вуза, это функция работодателя. Ситуационные измерения, понятно. В определенной организации они реализуются, так, в зависимости от их условий и специфики. Но все-таки это на первом месте комбинация знаний, умений и навыков, этого достаточно. И СУБЭТА также утверждает, что определенный комплекс задач или вида деятельности. Ну, все проще простого. Очень все просто. Хотя тут меня обвиняли в экстремизме и какие-то там ярлыки вешали. Сейчас мы выясним, как понимается правильно применение компетентностного подхода на основе доказательных практик, доказательных фактов и событий. То есть, каждая компетенция. Вот хорошо вышки начали описание дескрипторов, признаков, но на этом остановили, сбросили. Они их не измеряют и не показывают ни студенту, ни работодателю. В этом моя главная претензия с точки зрения и методики, и методологии, и, в принципе, и управления образовательным процессом в том числе. Например, рассмотрим вот этот мой курс, в котором есть определенный набор тем, определенный набор активностей, контента. Но он не просто так здесь структурированно, изложен и последовательно изучается. У него есть стандарты, которые заключаются в том, что в описании курса есть модель компетенций. В данном случае это не вузовский предмет. Я сам разработал состав, список этих компетенций, но на этом не остановился, в отличие от вышки и многих других. Я заработал систему показателей для всех компетенций, по каждой теме, по каждому занятию. Они все имеют измеримые результаты, понимаете? Измеримые результаты, то, чего нет в вышке. Ну и так далее. Есть методические пояснения, таблица баллов, заранее известная. Есть шкалы, диапазоны оценок задания, есть политика оценная. То есть это тот самый набор требований качества, который мы часто говорили в союзе профессионалов дистанционного обучения. Именно по ним и был разработан курс, и обучаемые заранее знают, что их ожидает до начала обучения. Отлично. Но это все намерение. А как же это все реализуется? Давайте посмотрим снова на наш богомерзкий мудл. Как говорит мой друг, не буду сейчас его озвучивать, он знает, кто это. Так вот, в этой богомерзкой, в кавычках, платформе есть такая опция, такая функция, причем не дополнительная, она стройна давным-давно. Имеется здесь, просто никто ее не изучал или не хотел изучать. Вот это вот компетенции, коллеги, запомните, она есть в платформе. И каждая платформа располагает такой возможностью. Вот состав этих компетенций, которые я выбрал. Возможно, если бы это был бы ВУЗ, кафедра и другие структурные подразделения, дал бы этот состав компетенций. Мы сейчас убедимся, что и это возможно. Но я могу добавить новое. В данном случае я выбрал состав компетенций. И посмотрите, компетенция, умение обучаться, имеет не только текстовое описание и некий единый стандарт, да? А не только способы доказательства, но и речень событий, в которых эта компетенция подтверждается. Не декларируется, а сертифицируется. Студенты их мобилизуют, я как преподаватель их подтверждаю или сертифицирую, вот в каких активностях. Вот я решил, что умение обучаться подтверждается вот в этой громадной совокупности учебных активностей и контента. В данном случае это я вижу, как они обучаются и каждого сертифицирую. Подтверждаю, что он действительно умеет обучаться. Мы сейчас посмотрим, как я измеряю эти компетенции. Пока мы рассматриваем просто список. Или вот вторая компетенция. И вот какие подтверждения. Даже просто посмотрел видео, это признак того, что он выполнил. У него есть правильные установки цели обучения, даже при просмотре видео, даже при знакомстве и обсуждении, даже при заполнении какой-то анкеты. Он везде оставляет след, о котором много говорят, который на самом деле давным-давно известен. Вот этот состав элементов и ресурсов курса, вот он и как раз является подтверждением того, что у него есть эта компетенция. Хорошо. Итак, вот по всем компетенциям прикреплены доказательства. Где же это все находится, коллеги? Давайте мы посмотрим еще раз на наш Moodle и обратим внимание на... Так, в блоке администрирования любой платформы Moodle есть такой раздел компетенции. На русском языке все сделано. Ну, настройки пока не будем. Цветы шкалы, все компетенции еще имеют разные уровни. И каждый уровень имеет свой цвет. Высшая школа экономики, покажите, как вы измеряете эти уровни, где студент их видит. Дождемся ли мы этого? Можно делать экспорт набора компетентностей из одного вуза в другой, импортироваться, соответственно, потому что это большая работа, ее можно передавать. То есть, воспроизводимость образовательного процесса здесь видна. Давайте посмотрим шаблоны учебного плана. Первое, из чего состоит шаблоны. Допустим, здесь есть шаблон учебного плана, стандарты и СТЕ для преподавателей. Это общественная организация международная по качеству образования. То есть, я ее не сам придумывал, вот эти все шкалы и прочее. Я взял уже наработанные наработки. Я только лишь прикрепил доказательства каждой из них. Вот этот стандарт. Я его просто импортировал. Я его просто импортировал. Вот он тут есть. Он уже вам знаком. К этому шаблону провязываются так называемые фреймворки. Не очень удачное слово, вот это фреймворки. Ну, я не стал его переводить. Как было по умолчанию фреймворк, это окно. То есть, в шаблоне учебного плана, где предписаны некие наборы, есть фреймворки. Наборы для какого-то курса. Вот этот вот фреймворк я создал. Это легко создается. И вот посмотрите, как он построен. Вот название стандарта или учебного плана. Он состоит из групп компетенций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь групп. Каждая из этих групп, ну, даже гражданская позиция тут, ничего нового. Кое-что пересекается. Вот умение обучаться включает из себя вложенные подкомпетенции или группы набора доказательств. Вот, например, установка цели профессионального обучения. И здесь я сюда добавил тренировочную компетенцию уважать Наталью. Посмотрите, как это работает. Все очень просто. Редактировать, удалить. Ее нет. То есть вот так вот создается иерархия компетенции и тех смысловых доказательных совокупностей, которые подтверждают, что компетенция это видна. Не забываем, что это делается и для того, чтобы и студент видел, как идет мобилизация его компетенции в любой момент. И не только студент, но и методисты, деканы, заведующие кафедрой могут анализировать это в удобной форме моментально. То есть и прогнозировать могут, как идет обучение. Напомню, что эти зоны и эти компетенции могут мобилизовываться и достигаться в разных курсах. Обратите внимание. Несколько преподавателей. Вот чем отличие старых зонов от компетенций. Компетенции могут объединять результаты обучения сразу по нескольким предметам. Вот в этом вся сложность и специфика, но не в нашем случае. Итак, вот эти фреймворки, эти наборы, над которыми бьется вся Россия. Вот ее можно редактировать, можно добавлять новые компетенции. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Вас волнует вопрос, а где же результат? Мы уже поняли, что эти компетенции должны подтверждаться в каких-то активностях и не в одной. А где же результаты? Давайте мы на них посмотрим. Еще раз откроем администрирование. И в роли руководителя образовательной организации посмотрим отчеты. И один из них так и называется мониторинг учебного плана. То есть предполагается, что необходимо выбрать некий шаблон. Вот стандарты для преподавателей. И показать этот отчет по компетенциям на уровне образовательной организации. Вот этот отчет. Вот идет показ по каждому человеку. Вот здесь, пока это анализ по одному человеку. Здесь те же самые стандарты. Вот уровни реализации. Допустим, защитник равного доступа этой компетенции, этот слушатель, этот обучаемый не владел. А по остальным он специалист. Вот там есть разные шкалы. У меня пятиуровневая шкала. Давайте посмотрим отчеты. Вот статистика по учебным планам. Более наглядно. Это по одному человеку. Вот выбирается некий шаблон. Стандарты. И И применить. Вот сводка уже агрегированная. По этим компетенциям, по этому фреймворку. То есть не по всем направлениям подготовки, к примеру, а по какому-то одному. И видно, что по этому шаблону для преподавателей есть результаты, подсвеченные разным цветом. Я выбрал шкалу. Раз, два, три, четыре, пятибалльную шкалу. Вот самый худший не может выполнять. До приемлемой может выполнять без присмотра. И высшая степень компетенции он не только может сам применять эти зуны, эту компетенцию на практике. По моим оценкам, разумеется. Но еще может научить других. Это высший пилотаж. То есть сразу идет градация. Кто-то может выполнять, но под присмотром. И сразу видно количество человек. Можно посмотреть, сколько же не могут. Это те, которые уже под угрозой отчисления. Они компетенцию на данный момент. Вот они, видите, показаны. Они не могут выполнить. Или самые лучшие, кого надо поощрить, вот они. Понятно? То есть декан, заведующий кафедрой и преподаватель в том числе видят вот эти все компетенции и могут анализировать результаты в количественной форме. Не в словах, не в каких-то там образах, а именно в количественной форме. Потому что все, что нельзя измерить, то неуправляемо. Мы можем предполагать, но если мы не измерили, мы не сможем квалифицированно управлять. Вот, пожалуй, и все, коллеги. Все компетенции здесь обобщаются на основе доказательств, которые я, как преподаватель, зафиксировал в этом онлайн-курсе. Покажите другую платформу, где курс не просто строится, не просто получаются оценки, а формируются такие обобщенные достижения, которые видны обучаемому. Надеюсь, мне удалось вам показать, что это работает. Мне не удалось показать, что это работает в России. Ну, не считая меня, хоть я и живу в России, а у меня это работает еще где-то с 2012 года. Еще в старых версиях Moodle это было. Сейчас просто более совершенно. Меня удивляет другое, почему. Ну, то, что не применяется, ладно. Почему не проводится анализ этих возможностей? Почему? Моя версия, что это не проверяет Рособранадзор, поэтому это делать не надо. Вот проверяет ОБРНадзор у нас списки. Мы их делаем. Зачем они нужны, никто не знает. Никто. Ни студент, ни работодатель. Работодатель, спросите вы, что получит, он может увидеть. Да, вот у него, допустим, трудности с какой-то компетенцией в части, ну, работы с возражениями. К примеру, говорю. Но зато он прекрасно умеет анализировать отчетность. У него, и может проверить, а как он достиг. Вот он выполнил это задание, вот тот преподаватель подтвердил. Он видит, за что ему эта компетенция присвоена. И он принимает решение. Более того, иногда курсы для какого-то обучаемого не в неполной мере важны. Ему нужно какую-то одну компетенцию, из которых тут показано, освоить. Для его работы этого достаточно. Это тоже возможно. Это его потребность. Он, может, работает по этой специальности, и все подряд ему изучать, может быть, и не надо. К примеру, по курсу БУХ-учета, там, или еще каким-то там вопросом. Спасибо вам за внимание. Попробуйте доказать, что в этом издании, в этом издании, которое мы тут так бурно обсудили, можно увидеть результаты, измерения образования. Докажите. А потом скажите, что я был неправ. И еще в заключении отмечу, что я не призываю вас копировать мой опыт. Не призываю. Это странно. Зачем тогда я говорил? Я просто хочу сказать, что это все тяжело. Это нужны люди, которые будут учить, выстраивать, закреплять, помогать преподавателям. Я не призываю к этому. Им и так тяжело. У них и так это отчетности. Тут вообще проблема. Но за рубежом это применяется. Тоже со скрипом. Тоже жалуются преподаватели. Но применяется. Ведь не даром это все появилось в Moodle. Там делают все только то, что требуется. У них нет плагинов, придуманных просто так или функционала. Вот все, что они вот здесь в компетенциях разработали, это серьезный результат на основе серьезных научных исследований многолетних, которые направлены на доказательность результатов обучения. Вот эти вот доказательства есть суть компетентностного подхода в обучении. Спасибо вам за то, что выслушали и теперь можете со мной поспорить, покритиковать. Я критику люблю. До свидания.